В Тюмени впервые выступил один из самых больших скрипачных оркестров «Сто скрипок». Венгерских музыкантов знают по всему миру, они играли в лучших залах Америки, Европы и Азии. Этот коллектив отличается не только огромным количеством струнных, но и сложнейшими импровизациями. Впрочем, история возникновения оркестра тоже весьма необычна. Несмотря на название оркестра «Сто скрипок», последних гораздо меньше – всего 60. Остальные – это виолончели, альты, контрабасы, кларнеты и цимбалы. В коллективе лучшие музыканты из Венгрии, причем все – цыгане. Поэтому одна из главных составляющих репертуара – традиционная цыганская музыка и, конечно, классическая. «Мы играем Арама Хачатуряна, Ягана Брамса, Лихарда Штрауса, произведение «Монти Чардаш» – это венгерский народный танец, и Чайковского». История возникновения этого коллектива очень необычна. В 1985 году умер выдающийся венгерский скрипач. На его похороны съехались музыканты со всей страны и в память о друге решили сыграть. Так зародился оркестр. Импровизации до сих пор одна из отличительных черт их выступлений. Музыканты играют без нот и без дирижера. В каждом номере меняются солисты. Они и ведут за собой весь оркестр. В ход идут и сложные музыкальные приемы, такие как пицциката. А на одном из струнных играют деревянными палочками цимбалы – один из древнейших инструментов. Он появился более 6000 лет назад. Цимбалист в Будапештском симфоническом оркестре считается одним из лучших в мире. Свой талант Оскар Икарш получил в наследство. Мой дедушка по материнской линии тоже был цимбалистом. И в детстве мне очень понравились цимбалы. Поэтому я очень рано начал играть на цимбалах и стал делать успехи. И меня даже взяли без экзаменов в консерваторию. А еще дали титул. Кстати, государственные награды есть у многих музыкантов оркестра. И несмотря на солидный возраст, они смогли поразить зрителей не только виртуозным исполнением, но и зажигательной цыганской энергетикой.